Вот, есть такое у нас местечко, да, перекресток. С одной стороны, получается, съездите в сторону Абзакова и города Белорецк. Это вот там, видите, там аккумуляторы первые, шины, скидки там 5-10. Вот он, вот он. Только вы не туда едьте, надо направо повернуть и мимо. Гаража-калибровщик, вот он, гараж-калибровщик. Вы приезжаете вот сюда, Северная-2. Понять, как все это делается, вообще просто. Вот сюда приезжаете, ставите себе супер-мега-газовое оборудование от фирмы BRC. Но как это делается и что это такое? А давайте посмотрим. Есть у нас такая работа. Показывать вам место, где вы можете сделать что-то со своим автомобилем. И сделать для него пользу. И тут кто-то хочет, чтобы я сделал все это дело в 3D. А кому-то можно просто продемонстрировать. И демонстрация-то лучше. И чтобы сделать все в 3D, я бы, наверное, денечек потратил. Но, по-моему, гораздо проще вам объяснить и показать место, где вы можете поставить супер-газовое оборудование. Почему супер, и это чуть позже. Да потому что главное. Мы в преддверии тотальной газификации идем в лидерах. А пока остальные чудохаются, у нас и газ почти на каждой заправке. И честно, довольно часто на заправке я стою в небольшой, но очереди. А такого-то нет в Екатеринбурге и Челябинске. Теперь насчет качества. Качественнее, чем здесь, сори, у нас не ставят. И уж поверьте мне, знал бы прикуп, жил бы здесь. Но мы не экономим, не на комплектующих, не что. У нас везде все оригинальные, все запчасти идут, итальянские, американские. То есть они вместе в комплекте идут. Поэтому, как бы, тут говорить 2-3 тысячи на автомобиль стоимостью 3 миллиона, тут экономия, она не сильно большая. БРС оборудование, оно вообще, как бы, скажем, на сегодняшний день на рынке соответствует цена-качество. То есть это продукт, который действительно можно устанавливать на дорогие автомобили. И здесь уже вреда автомобилю никого не будет производиться. Это раз. Во-вторых, когда мы обучались в московской компании ГАСКА, да, там в основное внимание уделялось качеству и безопасности. Нас этому учили, мы на этом практиковались и практиковались на дорогих автомобилях. Поэтому все качество, которое мы, скажем, вкладываем, мы относимся к каждому автомобилю как к своему. Как делаешь сам себе, так делаешь и клиенту. Теперь про качество. Тут смотрите и слушайте. Когда качество в цене чуть больше, я бы подумал, куда ехать. Итак, у меня 6 горшков. Экономия в каждый месяц 11 тысяч рублей. Я много не еду. Срок окупаемости 4 месяца. А дальше плюс. Да и мне было бы фиолетово, если бы 4,5 месяца. Да потому что качество. Здесь все супер. Здесь газовая кнопка показывает вам количество газа. Здесь топливопровод. И он не из меди. Здесь моноблок-то какой. Здесь редуктор. И круче некуда. Да, здесь работают не 6 часов. Но как они делают? Здесь нет скруток. Здесь пайка. И даже переходник питающий делается. Зашибись. Ну, сейчас многие, многие переходят. Специальный пластик итальянский, который, трубки магистральные, они идут из пластика. Большой плюс этой трубки в том, что газ взаимодействует с медью. И получается, как бы, выпадают частички, которые забивают фильтра. А с пластиком здесь уже этого нету. Газ намного чище. И, конечно, я понимаю, что некоторые к вам и не ездят. Хотя делать это надо. Потому что и фильтра в том числе менять надо. Надо просто объяснять, что рано или поздно надо подъехать, заменить и дальше продолжать эксплуатацию в нормальном режиме. Ну, это само собой разумеюще. Так же, как менять масляные фильтра, точно так же надо и газовые фильтры менять. Есть фильтр жидкой фазы, есть паровой фазы. Эти фильтра меняются. То есть автомобили эксплуатируются. Двигателя на газу, они работают намного чище. То есть вредных примесей нет, сажи нет, сфинца нет. То есть как бы нет нагара, нет. Тут больше-больше плюсов в любом случае при езде на газе. А вот теперь слушайте внимательно. Не каждому-то и дано. Но кое-кто из нас, а было-то нас мало, получил дивное образование теплофизиков. Нас было всего два выпуска. 1989-1990 год. Которые учились по циклической системе. А это было круче всех. И мы не сидели от зачета, потому что зачеты у нас были всегда. Мало того, мы теплофизики из 90-х первые, да и последние, получили автоматы по физхимии. У мега-человека Никулина. Мало того, Николай Иванов не каждого из нас, а 8 человек поздравил с успешной защитой дипломов. Так что слушайте, фомы неверующие. Газ запускаемый. Ваш двигатель имеет температуру горения в 900 градусов. Температура горения бензином на 100 градусов выше, то есть 1000. Мы, конечно, самые крутые и можем всем показать, как чудовищно низкая по населению Россия только на дерьмовастеньком бензине ездит. Но 70% населения ездит на газу. То есть 130 миллионов и 6 миллиардов. Как-то разница такая. Машины горят и перекручиваются. Ну да, газельки крутятся круче Феррари. А газелисты еще те, товарищи. Нормальная машина ездит на газу, экономя ваш бюджет. Так что думайте, господа. А вот качество BRC это только здесь. Я просто понимаю, что мы сейчас... Это не самая дорогая машина, естественно. Все свои машины я поставил газовую в другом месте, потому что я не знал, что вы есть. Если бы это было у вас, я бы только у вас оставил. Потому что сумма, которая приносит газовый автомобиль, это в разы больше. Это только каждый месяц 10 тысяч рублей, а то и больше. И какой смысл на эти 5 тысяч рублей тратиться, когда все можно сделать прямо у вас? Да, экономическая составляющая, она где-то составляет от 40 до 50%. Это кошелек быстренько пополняется. Тем более, если люди много ездят, чем больше пробег, тем быстрее окупается оборудование, быстрее начинаешь экономить. Просто качество, оно за счет оборудования идет, конечно. Ну и плюс еще обучение, настройка программы и все прочее. Немаловажную деталь играет то, что устанавливаются, скажем, безопасные мультиклапаны еврокласса. Они, конечно, чуть-чуть подороже, но тут экономить на безопасность, я думаю, смысла нет. Люди ездят и семьи возят, и точно так же на автобусах ездят, пассажиров перевозят. Поэтому безопасность должна стоять на первом месте. Ну а качество, ну это само собой, разумеется. Я не буду говорить про качество. Вы приедете и посмотрите. Тут график-то налицо. Да, чуть больше заплатите. Но зато никогда в вашей жизни вас не пропиарят о том, что вы поставили дешевку. Это круто, это правильно. И в дальнейшем я был бы их клиентом. Но принцип мой прост. Я хочу ездить на электромобиле. И пусть остальные подождут. Ну а если кто-то хочет мне в этом помочь, то буду, естественно, вам признателен. А чтоб вы поняли, да, я такого лично нигде не видел. Я, конечно, ставлю газ на свои автомобили, и я, естественно, экономлю. Вот, мало того, экономия очень серьезная, потому что одна машина каждый год мне приносит 300 тысяч. Потому что я каждый год ранее платил и каждый месяц по 15 тысяч рублей, а теперь по 4 тысячи рублей. Это даже очень очевидно, когда ставишь газ. Но нигде, 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 нигде ранее не видел, чтобы все делалось вот таким образом, как в компании BRC, которая располагается здесь, на Северное-2. Знаете такое местечко? Прям напротив выезда в сторону города Белорецк. То есть город Белорецк налево, а сюда направо поворачивает, и вот это место. Вот. Цена вопроса, она чуть-чуть выше, чем на других. Но вы видели, как все это делается. Это делается не просто клево, это... Я даже не знаю. Теперь, что касается вас и кто-то там, тараканы веером, сопли, пузырем. Я говорю, что если вы ставите оборудование, оно должно сразу работать и приносить вам доход. А так как это делает BRC, и больше никто этого не может сделать. Поэтому прежде всего, и прежде чем подумать, приедьте только сюда. Потому как именно здесь вам это дело поставят, и именно отсюда вы уедете на настоящем, качественном газовом оборудовании. Продолжение следует...